В начале ролика хочу сказать, что у меня нет задачи озлобить на родителей, но это возможно будет побочным эффектом от услышанной информации. Где-то можно простить, где-то можно и принять, но большинству из нас работать придется долго и усердно. Что такое выученная беспомощность? Это достаточно распространенный диагноз у нынешней молодежи. Предлагаю разобраться в причинах. В детстве у ребенка забирают жизненный опыт его родители, у дочери или у сына. То есть родители все за них делают. Расчесывают у зеркальца, завязывают шнурки на обуви, застегивают куртку. Ну казалось бы, здесь уже ребенок сам может справиться, но даже и здесь забирают самостоятельность. И такой ребенок, оказавшись один на один с трудностью в школе, будет подсознательно искать родительской поддержки. А ее уже не будет. А потом еще и говорят, какой хороший мальчик или какая хорошая девочка. Это же все отношения как к кукле, а не как к живому человеку. И ребенок впитывает все эти команды с самых ранних лет. И тут возникает вопрос, чему мы удивляемся? Что мы на выходе получаем? Человека с кучей зажимов, ложных убеждений, стереотипов и комплексов. Его таким сделали. Такой человек редко будет способен совершить поступок. Потом такой уже выросший ребенок иллюзорно полагает, что ему все должны. А во взрослой жизни вдруг оказывается, что все вокруг это конкуренты, действующие по технологии и с позиции эффективности, преследующие свой эгоистичный интерес и жадно защищающие его. И этот выросший ребенок удивляется, а потом разочаровывается. Никто не хочет ему уже помогать. Мир как будто повернулся к нему спиной. Он хочет зацепиться, найти возможность. А все возможности уже разобраны. И он впадает в депрессию, потому что не понимает, что дальше делать. И такой человек все равно будет пытаться встроиться в жизнь. Встроиться в какую-то компанию. Это будет редко получаться не только потому, что он там по факту чужой. Он просто будет неинтересен. Наверное, нужно всегда стараться учиться самостоятельности и ответственности. И не позволять другим забирать у себя жизненный опыт и свои возможности. Нужно быть сильным, потому что сильными всегда будут считаться. А то у нас как получается? Родители психологически надломили, а потом сами обвинили ребенка в том, что он плохо сопротивлялся. Это абсурд, провокация или наглость? Или все вместе? Как ребенок 5, 6, 7 лет может сопротивляться внушаемым убеждениям от своих, допустим, 30-летних родителей? Ему это невозможно. Потом, возможно, в подростковом возрасте он начнет что-то переосмыслять. Да, родители обычно желают добра своим детям. Но зачастую они бывают не совсем корректны в вопросах воспитания. От того, как нас воспитали родители, будет зависеть наше положение в социальной иерархии. А особенно для парней это катастрофически важно. Вся неуверенность и все сомнения, которые есть в человеке, проявляются в нем из-за низкой самооценки, которая формируется родителями и окружением. То есть человек считает, что взгляды его окружения о нем являются действительностью. И на основе этого он выстраивает и корректирует свое поведение, свое отношение к людям и свои взгляды на этот мир. То есть он пребывает в иллюзиях, сопротивляться которым он даже не может, потому что просто их не осознает. И никто не хочет ему об этом рассказать. Тогда ему придется самому поразмышлять и догадаться. Либо человек что-то делает и предпринимает, либо же он пассивно наблюдает за тем, как жизнь доминирует над ним. На этом завершим, друзья. Если у вас есть желание обсудить эту тему ролика более подробно, то пожалуйста пишите мне в личку телеграмма. Все бесплатно, мне и самому это интересно. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь вашим мнением. А я благодарю вас за внимание и до встречи.